Привет всем любителям кино! В 2013 году мультфильм Холодное Сердце заработал по миру 1,2 миллиарда долларов, став самым кассовым мультфильмом в истории. Но на самом деле все это только вершина айсберга, ведь уже к концу 2014 года Дисней заработала миллиард долларов на мерчендайзе, и это только в США. А ведь помимо этого были продажи на DVD, Blu-ray и цифровых копий мультфильма, продажи саундтрека, живые шоу по Frozen и прочее. Уж как выжить из своего продукта максимум Дисней хорошо знает. Поэтому к сиквелу Дисней отнесся очень серьезно. А вот получится ли второй части стать такой же культовой как первая, ответят критики. Вера Аленушкина, тайм аут, оценка 3 из 5. Что касается сюжета, то он получил серьезную инъекцию ностальгии. Если первый фильм был о взрослении и о принятии собственной природы, то сейчас сестры занимаются верификацией прошлого, исправляют ошибки, в которых был виновен их дед, бывший король Ренделла, и пытаются выяснить, кем же были их папа и мама. Сам по себе такой поворот ни плох, ни хорош. Вот только событийный ряд получился совершенно необязательным, а действие петляет от сцене к сцене, как потерявшийся заяц. Тимур Алиев, Cinema Flood, оценка 5 из 10. Раскрыв красивую обертку, внутри не окажется ни интересной истории, ни сложных противоречивых персонажей, ни многослойного внутреннего конфликта, просто-напросто низкокачественная плацебо. Олег Данилов, ITC UA, оценка 3,5 из 5. Холодное сердце 2 это очень аккуратный, очень сдержанный и очень беззубый сиквел. Скажем прямо, и оригинальный мультфильм не был шедевром по части сюжета, его вытягивали по большому счету лишь крайне симпатичные персонажи и шикарный саундтрек. С саундтреком и персонажами все неплохо и во второй части, вот только добавить новому мультфильму к истории двух сестер практически нечего. Это все та же добрая сказка о важности поддержки со стороны родственников и о поиске своего места в жизни. Павел Соломатин, Интермедиа, оценка 3,5 из 5. С художественной точки зрения к нему практически нет претензий. Дети точно будут довольны и потребуют после просмотра новую игрушку к принцессой. Авторы создали то, что они умеют делать лучше всего, но не особенно задумываясь, кому это надо в первую очередь и как изменились за 6 лет их зрители. Дмитрий Котов, посткритицизм, оценка 7 из 10. Сиквел Холодного сердца, невзирая на простудные недомогания сопливящего сюжета, остался все той же яркой волшебной сказкой о силе духа, целеустремленности и готовности к искреннему самопожертвованию ради наивысших ценностей, любви, дружбы и семейных уз. Евгения Сафонова, Игромания, оценка хорошо. Ругать сиквел не хочется, потому что с юмором, идейной начинкой, мелкими деталями и постановкой отдельных сцен у мультфильма полный порядок. Новые песни ничуть не уступают тем, что с 2013 года зрители успели заслушать до дыр. Визуальная часть безупречна, красоты нарисованных фьордов и норвежских пейзажей завораживают без всякого волшебства. Мария Терещенко, кинотеатр, оценка хорошо. Легко откликаясь на новую ярусную волну феминизма, Холодное сердце предлагает юным зрительницам совершенно новые ролевые модели. Оно не низвергает традиционных патриархальных ценностей, вроде счастливого замужества, семьи и уютного дома, однако уводит их на периферию, ставя во главу угла поиск своего призвания и смысла бытия, восстановления справедливости и заботу о близких. Олеся Трошина, киноафиша, оценка хорошо. Холодное сердце 2 аккуратно следует по стопам оригинала и очень созвучно первой части. Здесь все так же на первый план выступает сестринская любовь. Женские персонажи в очередной раз доказывают, что принцессам для спасения мира не нужны никакие принцы. Олаф по-прежнему отвечает за комедийную часть и сыплет шутку за шуткой со скоростью самого сильного снегопада, а любое желание героев рассказать о своих чувствах тут же превращается в песню. Критики хорошо приняли сиквел Холодного сердца, хотя и отмечают, что вторая часть слабее оригинала. Но идти или не идти на этот фильм в кино решать только вам. С вами был Кинодиван, понравилось видео, ставьте палец вверх и подписывайтесь на канал, будет много интересного.